Всем привет, мои хорошие любители рыбки и морепродуктов! Я обожаю скумбрию, поэтому мы сегодня будем кушать копченую скумбрию. Здесь у нас брокколи, картошечка вареная, которая только что сварилась, вот прям пар. Не знаю, вам видно или нет. Лаваш и, конечно же, скумбрия, кофе 3 в 1. Давайте приступим. Обожаю, просто обожаю есть. Хотела снять для вас какое-то такое, знаете, видео, типа я ухожу с ютуба, а потом в конце сказать 1 апреля, никому не верю и так далее, потому что сегодня 1 апреля, и выкладывать я тоже буду сегодня. Потом подумала, знаете, это какой-то обман получается, что типа посмотрите мое видео, я ухожу, а по факту я нифига не ухожу. То есть получится какой-то кликбейт. А я такой не очень люблю, поэтому не стала. Вчера весь вечер смотрела Холостяка, второй выпуск. И как вы думаете, что мне приснилось ночью? Я тоже, типа, участвую в Холостяке. Ну, там Холостяк, получается, Егор Крид. И типа я там самая стрёмная. На самом деле там девушки очень-очень красивые. Отбирают прям таких красоток. Посмотрите обязательно. И комментарии по типу того, что почему третью серию еще не опубликовали. А я вам скажу, почему. Они делают это специально, чтобы мы все смотрели это все по телевизору, потому что по телевизору им выгоднее. Поэтому они специально поздно выкладывают. А турецкие сериалы, между прочим, они вот как только выходит эфир в телевизоре, через час уже на Ютубе. Для них вот лишь бы, чтобы смотрели. Пофиг где. Ну, в общем, во сне я боролась за сердце Егора Кридом. И последнюю розочку дали мне. Хотя я не особо такая фанатка его. Раньше я была его фанаткой. Но после того, как он начал красить ногти и все дела, начали говорить, что он там гей. Раньше он какой-то другой был, более искренний, что ли. Сейчас все ради хайпа. Ну, в общем, такой сон мне приснился необычный. Я там такая самая стрёмная, самая страшная. Девушки такие, как модели. А еще я уже, девочки, задолбалась со своим котиком. Вы мне пишите в комментариях, что не кастрируют Викса. Это большой грех. Ты взяла его с улицы, чтобы потом кастрировать и мучить. Я так подумала, может быть, реально вы правы. И решила не кастрировать. И вчера я ему купила таблетки, которые вроде как еле-еле ему дала. Это все посоветовал мне врач-ветеринар. Хотя он изначально сказал, что эти таблетки особо не помогают. Если хочешь убедиться, пожалуйста, купи. Возможно, твоему котику помогут. Все равно он всю ночь мяукал. Я не могу спать. Он начинает метить территорию. То есть это делается для того, чтобы другие котики, точнее кошечки, поняли, что здесь живет самец. Как только выхожу в подъезд, это просто истерика начинается, что я тоже хочу выйти. Начинает мяукать у входа. Выходит он. Если так пойдет, мне кажется, мы его очень быстро потеряем. Вот я вроде читаю комментарии, я с одной стороны согласна с вами, что кастрировать жалко животного и так далее. Ну а что вот мне сейчас делать? Посоветуйте. Найти ему девушку. Проблема в том, что одна девушка, так скажем, кошечка. Ему не хватит. И потом каждый раз, куда девать котят? У меня у дворного брата, например, есть в возрасте Твикса девочка. Ну, блин, например, у них появились котята. Вот куда их? Единственную сестру Твикса никто с улицы не взял. Кто возьмет этих непородистых домашних котят? Я тоже, как и вы, очень люблю животных. Я тоже не изверг. Там просто люди даже переходят на мамину страницу, на кулинарный канал, и даже там пишут, что, пожалуйста, не кастрируйте Твикса. Тогда предложите мне другой выход из этой ситуации. Вот что делать? Лично мне спать он не дает. И мне кажется, он и сам тоже мучается. Во-первых, весна, инстинкт. Он просыпается ночью, начинает мяукать. Просто так. Смотрит на меня и мяукает. Извиняюсь за посторонние звуки. Это просто у нас по соседству. Здесь строят здания. Это работает экскалатор. Не знаю, вам слышно или нет, но мне слышно. В общем, когда я жила в Саратове, у нас был тоже кот, мальчик. И мы как бы жили в частном доме. Там было очень много соседей. У них тоже были домашние животные. Где-то он находил себе там чуиху. Домой приходил чисто поесть. И все на охоту. Поэтому такие вот дела. А еще я собралась делать перманент кровей. Уже нашла даже мастера. Собралась делать. Но потом решила посоветоваться со своим врачом. Еще плюс со стоматологом. И он мне сказал, что в ракутане есть какой-то фермент или препарат. В общем, я не запомнила. Он очень научным языком говорит. Я нифига не понимаю. Который способствует, чтобы кровь стала жидкая. И вот непонятно, как у тебя этот перманент бровей останется на бровях. При том, что ты пьешь постоянно этот ракутан. Не знаю, насколько это правда. Мне сказали, что лучше закончить курс. Потому что мне осталось совсем чуток. Буквально месяц. У меня просто в идеальном состоянии кожа. Я просто просыпаюсь. И я чувствую себя настолько счастливой. Что исполнилась моя мечта. Я давно такого не ощущала. Это чувство я ощущала, когда я похудела на 13 килограмм. Я помню, я смотрела на себя в зеркало. До того, как я похудела. И думала, блин, как я хочу похудеть. И потом, через 2 месяца, когда я похудела, я смотрела на себя и думала, спасибо, господи. Как хорошо, что эта мечта у меня исполнилась. Я вот просыпаюсь каждый день. Смотрю на себя в зеркало. Я думаю, спасибо, господи. Целую упаковку от ракутана. И крашусь. Нет, краситься по-любому надо. Потому что, когда ты красишь глаза, а, например, под глазами у тебя синяки. По-любому краситься надо. Но самое главное, что мне теперь не стыдно ходить куда-то без макияжа. Я, например, дома без макияжа. И я не боюсь, что кто-то придет к нам в гости и спросит, что у тебя с лицом. Я счастлива. Особенно, знаете, приятно, когда ты худеешь, ты надеваешь брюки, в которые ты не влазила, и они с легкостью застегиваются. Это просто такой кайф. Просто словами не описать. Настолько приятные ощущения. То есть, кто хочет похудеть, и у кого есть лишние килограммы, те меня прекрасно поймут. Вот здесь почти такое ощущение. Как я была счастлива, когда я похудела. Вообще, любая мечта, которая у тебя осуществляется, ты становишься настолько окрыленным, счастливым после этого. Хочется жить. Хочется творить. Вот весна. Я просто думаю, можно лицо просто припудрить, нарастить реснички, сделать ей брови. Фигура меня устраивает. Жизнь прекрасна просто. Жизнь на самом деле очень непредсказуемая штука. было бы желание, можно сделать все. И похудеть, и заработать на что-то, и найти новую работу. сейчас, слава богу, косметология, интернет, позволяет тебе сделать все, что ты хочешь. У нас в универе был один парень, он выучил английский чисто с ютуба. У него, естественно, была какая-то база, потом он смотрел какие-то фильмы, уроки. Все в открытом доступе, абсолютно бесплатно. Учись не хочу. Короче, у меня столько планов. На это лето вы не представляете. Надеюсь, что нас не закроют опять этот карантин. Сколько можно, ребят? Сколько можно? Из вот этих вот карантинов постоянных двоюродная сестра осталась без работы. Везде сокращение. Везде все закрывается. Быстрее бы эта вся тема закончилась. Хорошо я, конечно, придумала с вот этой вот пищевой пленкой, чтобы дощечка не провоняла. Так, идея вам на заметку. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всех люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok